здравствуйте я рад вас приветствовать на этой лесной дорожке и сегодня на краю зимы на грани осени сегодня 31 октября а это значит что зима уже стучится к нам на урал ноябрь нас месяц зимний и мне посчастливилось сегодня выбраться в лес но не для того чтобы полюбоваться осенней природы и попрощаться с летним сезоном а для того чтобы протестировать вот этот вот рюкзак которые видите за моей спиной ну и байдарку которая в нем лежит наверное ролик о байдарке я сниму отдельный а этот ролик будет конкретно о рюкзаке вы уже заметили что это герма рюкзак герма рюкзак драйбек еще называет и этот рюкзак уникальным он скорее всего пока наверно просто единственный во всем мире дело в том что по моей просьбе и по моим эскизом этот рюкзак изготовили в фирме тайм-треал я давно уже искал рюкзак который а мог бы объединить себя в себе и упаковку лодки байдарки то есть лодочную сумку и тот гермомешок который мы используем водных походов поискал посмотрел в интернете все там доступные значит не возможные варианты и ни один меня не устроил и тогда я решил обратиться к специалистам фирмы тайм-треал и они откликнулись на эту идею и сделали именно тот рюкзак который в общем-то я себе на выдумывал большое им за это спасибо и сейчас вот я уже выхожу на опушку леса и если честно ходил то я в лес только для того чтобы значит попробовать этот рюкзак на спине каково с ним значит это ходить сейчас я его сниму и покажу вам подробно ну мы приехали просто вот на берег реки сегодня я должен был понять как далеко я смогу уйти с таким рюкзаком и в общем то я это понял дело в том что рюкзак я взвешивал непосредственно вот сейчас утро перед тем как сюда поехать я взвесил рюкзак и он оказался ровно 20 килограмм при этом лодка то меньше 10 10 вот это кстати всем может быть новичкам водном туризме надо взять обязательно на заметку когда вы смотрите характеристики лодки где-то в интернете на сайте производителей там указывает только вес лодки даже если она в комплекте с какой-то сумкой с рюкзаком в комплекте с ремк набором но зачастую чаще всего все-таки там нет ни весла ни насоса и вот я всего-то добавил рюкзак весло она там внутри насос добавил изолоновую кусок пенки такой изолоновую палубу дело в том что лодка без надувного дна ну и для жесткости я добавил кусочек изолона положил но там термос снасти грамм блесны спиннинг и вот так понемногу понемногу набралось у меня 20 килограммов и вот по ощущению а я вовсе не атлет но благодаря тому что рюкзак довольно плоский а плоский он прежде всего потому что правильно свернул лодку так вот по ощущениям я смогу пройти километров 5 без особых проблем хотя повторюсь я вовсе не атлет ну давайте где-нибудь вот сейчас выберу ровную полянку поставлю штатив и покажу вам более подробно что это за рюкзак что за герма рюкзак драйбек сделали мне фирме тайм 3 ну вот вы видите рюкзак вполне самостоятельный то стоит сам и возможно кто-то все еще не понял для чего нужен такой рюкзак я повторюсь для того чтобы отказаться от штатной сумки лодочной в которой производители нам предлагают носит свои лодки байдарки каяки и прочее то есть я имею ввиду надувастики не знаю вот у меня я подержал в руках и от хатанги рюкзак от моей первой надувной байдарки я ее значит переделал перешивал допилил когда мне попал в руки очень красивая сумочка рюкзачок от лодки time trial их фирменная фирменная сумка ну да удобная она но она удобная что то что другая удобно вот от машины донести до реки может там сотни метров идти несколько километров с этими сумочками в общем-то неудобно если мы начинаем их допить это мы соответственно повышаем их вес а ведь в водном походе то они не нужны потом на воде то то есть они занимают какой-то объем и наоборот на плечах внутри к этой сумке мы туда еще заталкиваем какую-то герму то есть какой-то гермомешок какую-то гермоупаковку которая у нас будет в течение водного похода защищать наши вещи от воды так вот мне давно была мысля это объединить и в общем то я где-то видел эти герметичные рюкзаки но как-то все чего-то в них не хватало есть даже ролики люди сами делают там клеят ну чего-то вот где-то чего то есть есть даже очень недорогие казалось бы но допустим если есть плечевые лямки в этих языков то нет поясной лямки поясная лямка для таких весов а мы извините сами имеем ввиду все-таки от 10 килограммов и выше вес в любом случае с любой какой-то лодкой даже даже если вы пойдете там с каким-то по крафтам который три килограмма у вас весит какой-то вас пак каяк смоток вы все равно до десятки то наберете если вы пойдете даже поход выходного дня а не просто так порыбачить поэтому я и говорю что нужен обязательно нужен поясной вот этот ремень и еще наверно вот эти вот боковые утяжники они не для того чтобы стянуть ну конечно и можно более плоский сделать рюкзак если у меня там будет меньше вещей то есть если у меня будет более компактная лодочка я возьму и стяну он у меня еще лучше будет еще тоньше будет хорошо прилегать к спине но сюда же я могу и весла ведь затолкать вот у меня допустим весло от вольного ветра она пополам складывается вот так торчит пожалуйста вот под этими ремешками зафиксировал и все ну дальше как устроена герма вот вы видите здесь скрутка подстрахована вот такими двумя поперечными утяжниками и фиксируется она вот здесь вот застежками фастексами вот эта вся закрутка то есть и от механического какого-то воздействия она защищена и в общем-то подстрахована и даже если вы нагрузите больше полный вот этот рюкзак я полагаю ну наверно не менее даже если вот так вот плоскостью сделать он не меньше 120 литров и если вы допустим нагрузить его так что даже скрутка не завернется его можно вот этими утяжниками все прикрыть имеется ввиду что не не закручивая а уже когда вы достанете оттуда лодку останутся там ваши вещи вот так вот застегиваем фастексами эту скрутку скрутка ложится плотная потому что здесь приклеили видите вот жесткую полосу рюкзак сварен вот эти швы сварные донышко варено конечно в домашних условиях этого не сделать стал бы я заморачиваться и людей озадачивать своими пожеланиями я бы просто взял и сам сшил давно бы уже сшил если бы мне это я если бы я мог сделать вот такие герметичные швы нет конечно конечно там на фирме тайм-триал оборудование для сварки тканей пвх есть станки высокочастотные и специалисты конце концов немы дилетанты и вот вся фурнитура приварена все культурно все цивильно как я и просил лямки мягкие сделаны и вот это вот я не знаю что там у них вставлено но вот эти вставки держат форму и при этом к телу они довольно мягкие здесь вот сеточка здесь какая-то ткань такая довольно плотная в общем-то меня все устраивает видите довольно мощный фастекс на поясной лямке и конечно же этому масса может быть применений и не обязательно в байдарочном походе а чем он вам плохо допустим в походе точно так же у него куча этих д колец или полуколец и которые можно его зафиксировать и в общем то что можно положить хорошая такая добротная герма с возможностью переноски ее на плечах на довольно большие расстояния и один маленький нюанс в общем то вы может быть не заметили но ремни то съемные и поясная лямка вот отсюда достается отстегивается и плечевые лямки съем то есть когда мне нужно будет положить рюкзак закрепить в лодке я могу снять их чтобы они не намокали ну хотя бы эту поясную лямку если мне знаю что вы может захочется вытащить или где-то пешие там обносы будут так далее то этих плечевые лямки можно оставить и это же удобно или просто герму вы за уши тащите значит при обносе препятствия какого-то завала или вы про берете на плечи рюкзак и лодку на голову и пошли обносить это очень удобно я считаю очень функциональный рюкзак конце концов в нем можно воды принести ну не знаю конечно 100 литров не надо туда наливать но два-три ведра то запросто можно принести в этом герма рюкзаке если где-то вода далеко ну а если уж кто такой добычный рыбак может рыбы столько новые ну это я уже фантазирую в общем время дорого день короток я сейчас все обратно заворачиваю иду к реке и достану оттуда из этого рюкзака все что там есть их положу уже его лодку сам он уже будет работать гермой весит этот рюкзак немало ну как как это относительно туристских рюкзаков можно сказать что немало потому что ввесит он кило 800 я таким безменным простеньким вешал мне показалось кило 800 где-то стоит он 4900 он должен появиться на сайте и я считаю что вот каждому туристу воднику вот такая штука нужна ну зачем таскать две сумки когда можно использовать один ткань довольно плотная и если не швырять размаху набитое стекло и на берегу и на сделать я понимаю что все вот эти гермы они чаще всего в транспортном транспортной части похода страдает ну уж тут надо конечно следить то бросили как попала в грузовик со щебенкой а потом что-то у нас герма куда такое тоже может быть но я конечно сейчас будут беречь как зеницу ока такой замечательный штуковина еще раз огромное спасибо специалистам фирмы тайм-триал которые сделали именно то что я нарисовал единственное что я нарисовать то нарисовал но в описании не указал вот эту вот грудную стяжку да вот это моего в общем то мое упущение ну а они раз я не написал они не сделали это я вот эту грудную стяжку я уже вчера сшил сам ну надеюсь в общем то я сказал об этом что вот что она нужна надеюсь в следующих рюкзаках если будут такие делать то грудная вот эта лямка будет она нужна она нужна действительно потому что когда большой вес с большим весом идешь то вот здесь вот хочется иметь стяжку больше всего мне нравится что он плоский то есть я овальная вот это донышко рисовал там что-то помню 270 что ли в общем он полметра он 270 вот это вот его глубина полметра ширина и высота метр у него 1000 миллиметров то есть не скрученного ну и считайте сколько на скрутку вот такая вот штука получается вот сейчас пойду на берег все из него достану и буду снимать ролик про каяк а в этом ролике я с вами прощаюсь всего вам доброго и настоятельно рекомендую обратить внимание вот на такой рюкзак как у дедушки он вам точно пригодится вот что а О, видали? Огонь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова